Зеленый свет. Чебоксарские школьники проверили свои знания правил дорожного движения. Городская олимпиада прошла во дворце детского и юношеского творчества. Юлия Важенина подробнее. Уже с первого класса эти дети знают, как переходить дорогу, что означают дорожные знаки и для чего нужны яркие жилеты. На олимпиаде лучшие юные инспекторы движения из пяти столичных школ. Правила дорожного движения мы учили с января месяца. Я знаю правила, что нельзя переходить на красный свет, нельзя переходить не в положенном месте, надо переходить на зеленый. Когда едешь по дороге с велосипедом, через дорогу нельзя с велосипедом переходить. На 28-й по счету олимпиаде участники состязались в шести конкурсах. Знатоки правил дорожного движения, лучший капитан, я не нарушаю ПДД. Соревновались и в фигурном вождении велосипедом. На конкурсе «Безопасное колесо» юным инспекторам нужно было проехать полосу препятствий. Как накладывается повязка при повреждении лба, для чего предназначен нашатырный спирт и как оказать первую медицинскую помощь. Все это участники демонстрировали на площадке оказания доврачебной помощи. «Если поезд есть, значит он жив. Если он дышит, то ему надо взять массаж сердца. Один вдох 15 раз». Такие олимпиады очень полезны для юных участников дорожного движения. Об этом говорят и инспекторам, и статистикам. «На сегодняшний день у нас идет снижение количества дорожных происшествий с участием детей на 35%. В настоящее время у нас 13 детей получили телесные повреждения на территории города Чебоксары. Я думаю, те все мероприятия, которые были нами проведены в прошлом году, они дали свой результат». По итогам олимпиады три лучшие команды – это учащиеся 50-й, 36-й и 54-й чебоксарских школ – отправятся защищать честь столицы Чувашии на республиканском слете юных инспекторов движения. Он пройдет 10 мая. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.